Ради Хабиров вручил государственные награды России и Республике лучшим спасателям региона. Среди награждаемых и добровольцы, специалисты разных отраслей, которые помогают сотрудникам профильных служб. Глава Республики отметил, что спасатели помогают жителям новых российских регионов. С апреля прошлого года регион принял более тысячи жителей Донбасса. Они еженедельно сопровождают зону специальной военной операции гуманитарный груз. На днях отправлена уже 105-я колонна. Помимо этого, сотрудники МЧС помогают в транспортировке военнослужащих из Башкортостана во время их краткосрочного отпуска. Вы не считаете свои рабочие будни подвигом, хотя порой совершаете героические поступки, рискуя жизнью и здоровьем. В этом году вы спасли на пожарах, на воде, в чрезвычайных ситуациях сотни людей. Среди награжденных и сотрудники Башхимтранса, дочернего предприятия Башкирской содовой компании. Машинисты бульдозеров, водители, инженеры по безопасности движения и другие специалисты активно принимали участие в тушении пожаров в Белорецком и Бурзианском районах республики в июле этого года. Многие из них уже не первый раз помогают профильным ведомствам бороться со стихией. Ну, конечно, это долг каждого из нас, наверное, помочь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. В большинстве нас уже не первый раз оказывают помощь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Ну, и в тушении лесных пожаров принимали участие. Как правило, такие водные или такие команды поступают как-то спонтанно. И буквально за считанные часы подготавливается техника, грузится и доставляется к месту индукридации. Всего в 2023 году пожарно-спасательными службами при чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасено более 1400 человек. Напомню, что в рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил в республике средств бюджета приобретено 26 единиц пожарно-спасательной техники. Как для подразделения противопожарной службы республики, так и для добровольных пожарных команд на сумму почти в 57 миллионов рублей.